На одной сцене герои мультфильмов, кино, книг и сериалов в образах молодые ребята из Беларуси, России, Украины. Под маской одного из злодеев киносаги «Звездные войны» Кайло Рена, улыбчивый айтишник из Минска. Для Михаила погружение в мир фэнтези — это как минимум отличное настроение. Люди приходят на сцен, что-то смотрят, и им просто весело, радостно, и тебе радостно от этого. Костюмом и образом воплощенным здесь позавидуют даже театралы, будь то ведьмак из цикла книг Анджея Сапковского «Темные всадники из Властелина колец» Толкина или персонажи Роулинг. Все они, как их медийные прототипы. Меня подставили, я невиновен! Фестиваль в Минске пятый, и каждый раз аншлаг сейчас участников около 700 человек. У нас существует большая прослойка людей, которые любят и фантастику, и фэнтези, и комиксы, и игры. Все по-разному, но как бы все равно это объединяет людей. Все там смотрели опять же «Назад в будущее», «Звездные войны», все смотрели, не знаю, кто-то читал какие-то определенные книги, по этим книгам представлены различные вселенные. Известен Минский фестиваль за границей. Поклонники косплея преодолевают сотни километров, чтобы вновь погрузиться в атмосферу вымышленной вселенной. Студентка Светлана, а сегодня она в образе фантастического зверька, приехала в Минск из Воронежа. Костюм исключительно ее рук дело. Можно всему научиться, шить, например, актерскому мастерству, то же самое. Я помню, вот в прошлом году была хора, каждую минуту просто подходили, дети просто, мама, ты что, это же богиня, ты что, я не знаю. Еще одно условие. От начала и до конца фестиваля никто не выходит из образа. Капитан Джек Воробей рассекает на импровизированной мачте, а преступница Харли Квинн заигрывает с проходящими мимо. Многие участники фестиваля говорят о том, что косплей это не только погружение в любимую вселенную, но и отличная возможность прикоснуться к ее истории, как, например, к легендарному автомобилю DeLorean. Он был выпущен в США в 81-м году ограниченным тиражом, но стал популярен благодаря фильму «Назад в будущее». На просторах СНГ всего несколько экземпляров такого автомобиля. Сегодня косплей объединяет сотни тысяч людей в мире, а с выходом в свет новых произведений, книг, комиксов, фильмов или сериалов пополняется и мир героев. Следующий фестиваль в Минске также обещает удивить. Ведь людям часто хочется не просто видеть сказку на экране, а самим ее воплотить в жизнь. Александр Камович, Юрий Лбовников, Наши новости ОНТ.